В 20-м туре Футбольной национальной лиги Самарские крылья Советов одержали историческую победу. Подопечные Игоря Осенькина переграли Акрон из Тольятти на домашнем поле. Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте встречи с пенальти. 11-метровый уверенно реализовал полузащитник Антон Зиньковский. Через три минуты свой 18-й мяч в турнире забил Сергеев. Лучший бомбардир первенства замкнул головой передачу Дмитрия Кабутова. События в первом тайме развивались очень стремительно. На 13-й минуте Даур Квеквис Кири получил прямую красную карточку за грубую игру на Владиславе Сарвеле. Перед перерывом Дмитрий Кабутов сделал еще одну голевую передачу на Владимира Полуяхтова. Защитник установил окончательный счет на табло 3-0. В конце матча футболист Акрона Андрей Киреев получил второе предупреждение и тольяттинцы доигрывали поединок в девятером. Мы забили быстрый гол, второй гол, после этого выход один на один, удаление. Ну и, конечно, в меньшинстве спасти игру Акрону в этот момент было сложно. Мы уже ее, конечно, полностью контролировали. Наставник гостей не стал оправдывать своих футболистов после матча. Комментировать особо нечего. Игру проиграли за первые 10 минут. То есть там две атаки, пенальти, гол, плюс удаление. В меньшинстве уже обыграть Крылья Советов очень-очень сложно. По словам защитника самарской команды Никиты Чернова, за последнее время футболисты Крыльев провели слишком много матчей, но игроки нашли в себе силы на поединок с Акроном. За 40 дней, получается, или за 30, что-то 11 игр. За 40 дней, по-моему, 11 игр было. Очень тяжело, да, как вы сказали. И, в принципе, ребята молодцы, справились, много побед добыли. Очень важных, очень волевых таких. И единственная вот осечка с торпеды была. Вот. Но я думаю, мы и правильные выводы сделали. После этого матча самарские Крылья Советов вышли на третье место в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осенькина имеют в своем активе 42 очка. Акрон располагается на 18-й строчке с 17 очками. Следующий матч Крылья проведут на выезде с Краснодаром 2-11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14.00. Поединок пройдет в закрытом режиме, без зрителей. Анатолий Головко. События.